Для сельского учителя Елены Лысенко этот крохотный барак стал семенным гнездышком 25 лет назад. Заселились с мужем, потом родился сын. Как могли, поддерживали уют и чистоту. Но, несмотря на усилия и вложенные деньги, трещины предательски съедали потолок и стены. Холодный ветер выдувал тепло. Когда мама приезжает в гости, заходит в комнату, говорит, в комнатах у тебя уютно. Но если заходишь на кухню, как у бомжей. Боже мой, какая страшная кухня. И уже силы прикладывать нет, потому что все сыпется, валится. Все в трещинах. Уже ждешь просто, что дом рухлит на голову. И вот долгожданный момент. Заветные ключи в кармане новоселов. Сегодня сдают пять двуквартирных домов по улице Березовой. Новое жилье построено в рамках областной программы переселения из ветхого и аварийного фонда. Стройка шла с местожителями. То есть каждый шаг пришли, проверяли, посмотрели, одобряли, сказали, хорошо или как. Ну и их слушали, их не советы. Все квартиры под ключ. Полностью отремонтированы, установлена сантехника, на кухне подключена плита. Только отопление печное. Комната хорошая, просторная. У меня небольшая квартира. То, что будет печка, для меня это хорошо, потому что я привыкла к печному отоплению. И когда трещит огонь, это для меня просто приятный звук. Власти жителей Буюклы единодушны. Эти дома – ответ на просьбы сельчан. Построить частное жилье, обустроить приусадебный участок. Те люди, которые выбрали возможность проживать в таких домах, мы под них ровно такие построили. Те, кто выбрали переехать в квартиру, таких тоже много. Это в основном бабушки, дедушки, люди старшего поколения, которым тяжеловато уже управляться по хозяйству. Они переезжают в Смирных. Дома новые, но внутри жилого района, в котором есть все необходимое. Под окнами школа и ФАП. Следующего новостей ждать недолго. В ноябре свои двери откроет современный 60-квартирный дом в Смирных.